Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эфир телеканала ОРТ Планета продолжает выпуск программы Обратная связь. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Это значит, что в ближайшие 40 минут эта студия будет доступна для ваших телефонных звонков, которых мы ждем по телефону в Оренбурге 434507, код города 3532. Кроме того, по ходу программы проводится наше традиционное интерактивное голосование. Вопрос интерактива с вариантами ответов и с номерами телефонов, по которым стоит звонить, голосую за тот или иной вариант, сейчас вы видите на своих экранах. Строительный сезон в разгаре, некоторые его промежуточные итоги, а также перспективы строительной отрасли в целом и строительство жилья в частности – это тема нашей сегодняшней программы. Говорить мы об этом будем с генеральным директором строительного инвестиционного холдинга «Лика» с Александром Куниловским. Сан Анатольевич, рад вас в очередной раз видеть в нашей студии. Как всегда, разговор у нас с вами получается интересный. Надеюсь, на такой же интересный разговор и сейчас. Добрый вечер всем. И прежде чем начать этот разговор, давайте немножко узнаем про нашего гостя поподробнее. Краткая биографическая справка. Александр Куниловский, генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга «Ликос». Родился 24 декабря 1961 года в городе Карасавино Вологодской области. Окончил Казанский авиационный институт по специальности инженер-механик. 1985-1991 годы инженер-механик, секретарь комитета комсомола производственного объединения «Стрела». С 1993 года возглавляет многопрофильный холдинг «Ликос». Итак, приступим к разговору, к которому еще раз призываю присоединяться наших телезрителей, потому что касаться он будет сегодня темы строительства и прежде всего жилищного строительства, а также ценная недвижимость. Еще раз напомню, что телефон этой студии 43-4507. Сначала, Александр Анатольевич, спрошу вот о чем у вас. В 2014 и 2015 годах наша область демонстрировала, как это принято говорить, рекордные темпы строительства жилья. Получалось каждый раз, каждый год за миллион квадратных метров, больше миллиона квадратных метров. Позади более половины года текущего. Вот сохранились ли такие высокие темпы жилищного строительства, и как соотносятся те цифры ввода жилья, которые мы сейчас видим, с теми, что планировалось изначально? Ну, надо сказать, что отрасль строительная, она весьма инерционна, потому что результаты деятельности появляются только через несколько лет, потому что цикл строительства жилого дома большого от двух до трех лет, поэтому это заделы прошлых периодов, тогда, когда экономика была на подъеме. Перебью вас, то есть то, что заложили там два года назад или три года назад, сейчас выгоднее, естественно, достроить, чем бросать. В 2013, 2014, 2015 год дата закладки домов, которые сегодня находятся в стадии завершения, в стадии сдачи, и которые дают результат такого объема года. То есть не достроить их просто нельзя, да? Ну, я хотел бы что сказать. На рынке Оренбурга в основном присутствует подавляющее большинство добросовестных застройщиков, застройщиков очень ответственных, и основные вводы жилья многоэтажного в городе Оренбурге дают буквально там десяток компаний. И эти компании очень ответственно относятся к своим обязательствам, к обязательствам перед дольщиками, перед жителями города Оренбурга. И эти обязательства, они, невзирая на экономическую ситуацию, невзирая на корректировку цен, значительную корректировку цен вниз, невзирая на снижение рентабельности по экономическим моделям, сегодня обеспечивают их дострой и сдачу, ввод в эксплуатацию. Поэтому, если говорить о 2015 годе, о рекордовой сдаче, 2016 год будет несколько, может быть, меньше, незначительно, но примерно в тех же объемах. Потому что можно приводить цифры, что объем находящегося в процессе строительства жилья, он очень значительный. Это порядка 10 тысяч квартир. Понятно. То есть, хорошо, эти вот заделы, как принято говорить, построим в 2016 году. А дальше что? Потому что у многих пессимизм такой присутствует, что падение будет. Ну, 2017 год еще тоже, он достаточно такой неплохой. А если мы смотрим заделы по закладке новых домов, конечно, есть определенные падения, и есть корректировки, есть вопрос, ну, такого временного, временной паузы строительных компаний. Есть земля, есть площадки, есть проекты, но компании пока осторожничают и не закладывают новые дома. Понятно. Ну, вот так получилось, что середина строительного сезона, середина лета, это еще и время отметить профессиональный праздник, День строителей, который будет отмечаться буквально через два дня, в это воскресенье, кстати, я вас... Мероприятия по поздравлению уже начались сегодня. Да, да, да. Об этом разговор впереди. Но я вас поздравляю, тем не менее, с профессиональным наступающим. Строители поздравили вас как раз сегодня, в первой половине дня, губернатор вручал им грамоты Оренбургской области почетной, также свои благодарности он вручал. Ну, как водится, День строителей, это не то, что повод там отметить кого-то и поздравить, хотя это тоже, конечно, присутствует, но повод поговорить о перспективах и о настроениях в стране тех, кто занимается строительством. Вот ваш покорный слуга был сегодня на мероприятии и некоторые эти настроения выслушал, и вот в своем сюжете конкретизировал. Давайте посмотрим. Башенный кран на стройплощадке по-прежнему является частью городского пейзажа. В Оренбурге все еще строят и строят много, особенно жилых многоэтажек. В прошлом году в областном центре построено 630 тысяч квадратов нового жилья, более половины отведенного по области в целом. В 2016 год мы немножко сбавим обороты, но я знаю, что заделка на будущее строительство сейчас ведется. Мы готовим на 2017 год достаточно большое количество земельных участков, которые будут интересны застройщикам и интересны нашим горожанам в части приобретения. Что же интересно потенциальным покупателям жилья? Рынок диктует, варианты попроще и подешевле. Если двушка, то не под 100 квадратных метров, как раньше, а раза в два меньше. Строители понимают и переделывают проекты согласно запросам. Однако и под них был их объемов не достичь. Задел был хороший, сделанный в 2014-2015 году. Поэтому спада пока я не наблюдал с первым полугодия. Во втором полугодии он будет, конечно. Я бы, честно говоря, не говорил о пессимизме. У нового профильного министра свой взгляд на ближайшие перспективы. В темных тонах писать будущее строительного сектора не следует. И в 2014-2015 годах многие предрекали строительный провал. Однако его все нет. В Оренбурге с начала года уже введено 420 тысяч квадратов нового жилья. Почти половина от намеченного годового плана. Отдельно хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в строительстве находятся в разных степеней готовности у нас порядка 1 миллиона 600 тысяч квадратных метров жилья. Восток, как известно, дело тонкое, в том числе и в строительном деле. В Ворске нового жилья строится немного. Покупательная способность населения не та. Потому для местного стройбизнеса главная надежда – госпрограммы переселения завариного жилья и строительства для детей-сирот. Если государственные программы не будут буксовать, я думаю, что будет определенный ритм, определенные планы на строительство того или иного объема жилья. И можно с большой уверенностью сказать, что это будет реализовано в ближайшие годы. В общем, настроение в стане строителей можно охарактеризовать как умеренно оптимистические. Умеренные, потому что прежние темпы строек приходится умерять в соответствии с текущими реалиями. А оптимизм нужен сегодня в принципе. Особенно строителям, чью отрасль по-прежнему считают локомотивом экономики. 43-45-07 – телефон этой студии, по которому можно присоединяться к нашему разговору. А сегодня мы говорим о перспективах, прежде всего, жилищного строительства, вообще строительного сектора в целом. А также о перспективах цен на жилье, которые нас ждут в ближайшее время. Давайте немножко обсудим сюжет, Александр Анатольевич. Умеренно оптимистичный, сказал я в своем сюжете. Вот как-то. Вы склонны к солидарности с этой точки зрения? Или у вас какая-то своя особенная? Ну, ситуация непростая на рынке строительства. Непростая, в первую очередь, для строительных компаний. Потому что сегодняшняя экономическая ситуация и ситуация с ценами на рынке не позволяет строительным компаниям выстраивать стратегию развития. Сегодня компании строительные, по большому счету, не развиваются, а лишь выживают. И стабильно, будем так говорить, действуют без амбициозных планов. И это, с одной стороны, печально. Потому что, насколько я знаю, по концу 2015-го года, по начале 2016-го года, большинство строительных компаний прошли серьезные оптимизационные мероприятия. Были сокращены коллективы, инженерные коллективы, рабочие коллективы. И эта оптимизация, я думаю, что аукнулась на рынке труда. Тем не менее, говорить в целом по рынку, для жителей города Оренбурга, это не очень заметно, потому что цены сегодня ниже, чем в 2013-2014 году. Они более оптимальны для приобретения. Уровень ипотечного кредитования со стороны банков сегодня стабилизировался. И он уже на уровне 12-11,5% даже без государственного субсидирования, которым мы пользовались в течение полутора лет, в течение практически всего 2015-го года и этого полугодия. 2016-го года, первого полугодия. И для приобретения жилья сегодня, я считаю, что самое благоприятное время для людей. Цены оптимально низкие. И они в любом случае, через какой-то период времени, когда это будет, через полгода, может быть, через год, они обречены на рост. Даже если ипотека будет падать, вспомните встречу Владимира Путина с Германом Грефом, руководителем Сбербанка, когда они обсуждали вопрос ипотечного кредитования. И Путин на голубой глаз сказал, что сегодня, по большому счету, по его оценкам, самое выгодное время для приобретения жилья россиян. Ну, с другой стороны, если так не говорить, то у нас сейчас наблюдается вообще, что на рынке жилья происходит. Вот типичный покупатель жилья, который покупает, это кто? Это человек, который берет себе. Это человек, который просто у него есть какие-то, у кого-то еще, наверное, есть свободные деньги, пытается вложить, как это мы наблюдали совсем недавно, еще 5-6 лет назад. Или что вообще, для чего покупается жилье сейчас? Основной покупатель жилья – это конечный приобретатель. Это человек, который будет им пользоваться и жить в этом жилье. Все, подавляющее большинство покупателей через ипотечный инструмент приобретают жилье, то есть не за собственные средства. Те, кто раньше считался приобретателем инвестиционным, сегодня осторожничают и не приобретают жилье, потому что они не видят тенденции по росту, по компенсации своих затрат, процентных накоплений, которые они могут приобрести в банках. Если вы пригласите на свою передачу оренбургских банкиров, они вам скажут, что сегодня на депозитных счетах оренбургцев и на депозитных счетах оренбургских организаций средства очень значительные. Соответственно, эти средства, ранее которые инвестировались в различные бизнес-проекты или в проекты жилищного строительства, или в приобретение офисов, или торговых площадей, сегодня не инвестируются туда, потому что люди не видят перспективы и не видят в этом особой выгоды. Понятно. Ну вот про ипотеку начали говорить. Вы сказали, что 11-12% это уже такая ипотека. 11,5-12% без государственного субсидирования процентов. Но все-таки экономическая ситуация у нас такая, что люди-то стали, многие получают, зарабатывать меньше. Ну то есть, или они остались при тех же зарплатах, но сами понимаете, что инфляция, рост цены. Нельзя ли сделать так, чтобы все-таки вот эти механизмы отрегулировать рынок, еще дать толчок ему развитию, чтобы еще меньше ипотеку сделать? Это большая государственная задача. И с учетом того, что все-таки строительство является таким мультипликатором, приводным ремнем практически большинства отраслей экономики, конечно, мы бы с удовольствием приветствовали такую позицию государства. Но пока в программах, которые представляются на рынке, которые презентуют правительство Российской Федерации, а только с их уровня можно это решить, потому что если мы посмотрим областной бюджет, ресурсов для реализации глобальной программы по поддержке отрасли и по поддержке экономики сегодня у областного бюджета нет. Дай бог выполнить все социальные обязательства. Это будет сделано бесспорно. Но если говорить о развитии отраслевом, в первую очередь строительства, это только федеральная задача, которая по плечу федерального правительства, нашему президенту. Небольшую паузу сделаем в нашем разговоре. Реклама у нас в эфире «Ортопланета». Прошу. 43-45-07, телефон прямого эфира, телефон этой студии. А сегодня у нас в гостях, еще раз напоминаю, генеральный директор инвестиционно-строительного холдинга «Ликос», рукой для одной из крупнейших строительных компаний в Оренбурге, Сан-Антович Кулинеловский. Говорим мы сегодня о перспективах строительного рынка и, прежде всего, о строительстве жилья и ценах на жилье. Вот по ценам еще немножко поговорим. Вот вы говорите, что цена оптимальная. Но ведь что получается? Мы имеем следующее. То есть у нас достаточно много непроданных квартир в новостройках, которые там с 2014-го даже года, с 2015-го года. Там сейчас появляется еще. Есть такой фактор, да? Есть такой фактор. То есть постоянно прибавляется количество жилья на первичном рынке. Вторичка тоже, там, наверное, цены тоже в след за первичным рынком вниз пошли. Тоже как бы она представлена на рынке. Плюс давайте вспомним про товарищей, про эти самые инвестиционные квартиры, о которых мы говорили, которые сейчас, может быть, некоторые, конечно, сидят и думают, что с ними делать, потому что цены идут вниз. Но некоторые там, может быть, паникуют и пытаются их продать. Это тоже. Они считаются как вторичные. Это новые квартиры, которые купили, ничего у них не делали. Они закрыты и стояли. Нет ли предпосылов к тому, что еще дальше с ценами не спойду? Как считаете? Ну, ситуация качелей в ценах, она, конечно, возможна, но, по большому счету, она бессмысленна, потому что понижать цену будут только застройщики, которые будут уходить с рынка, положим, сбрасывая остатки ликвидности, которые у них есть. То есть распродавая, по большому счету. Демпингуя, получается. Ну, не то, что это не демпинг даже. Демпинг – это когда ты продаешь остатки, чтобы войти в новый проект. А это они уходят и все? А это уходят, и они уходят безвозвратно. То есть это тоже плохо. То есть уходит игрок с рынка, соответственно, конкуренция уменьшается. Это приведет со временем все равно к одному – вымыванию объемов и росту цен, по большому счету. Да, сегодня присутствует уже и давление вторичного рынка, то есть когда квартиры со вторичного рынка более активно продаются. Я могу сказать по статистике, что с января 2016 года объем продаж на вторичном рынке вырос в разы. Потому что, еще раз подчеркну, ипотечная ставка для вторичного рынка сравнялась по банкам со ставкой для нового жилья. Если мы по 2015 году и по началу 2016 года имели ипотечную ставку по вновь построенному жилью 12%, то по вторичному жилью ипотечная ставка была 17-18%. Соответственно, вы понимаете, что покупатель со вторичного рынка ушел на первичный рынок. Это было перераспределение. Сегодня соотношение меняется. До 50% сделок сегодня идет с квартирами вторичного рынка. Вторичный рынок этого ждал. Соответственно, были скорректированы цены, которые хозяева квартир предложили рынку. Раньше они держали их, мотивируя своим желанием и прошлым знанием прошлых лет, уровнем цен. Не выдержала такая модель. Соответственно, они пошли на понижение цены. Соответственно, активизировалась продажа на вторичном рынке. Они где-то, может быть, даже ниже первичного рынка. И, соответственно, активизация произошла с учетом ипотечного инструмента. Поэтому такая тенденция есть. Она была всегда. Да, во все нормальные годы вторичный рынок преобладал по объемам, над первичным рынком, по объемам продаж. Сегодня эта тенденция возвращается. Вернется ли ценообразование к уровню, когда будет выгодно строить, когда строительные компании будут развиваться, что приведет, естественно, к определенному росту цен? Не в разы, конечно, а в разумные пределы. Потому что мы получили снижение за последние полтора года на рынке города Оренбурга от 10 до 20 процентов, по большому счету. Почему так много? Ну, корректировка произошла. Но когда на рынке Оренбурга квартиры продавались по цене 28-29 тысяч рублей за квадратный метр? Такого я не помню за последние 8 лет. Ну да, я хотел сказать лет 10 назад. Да, это цены нескольких лет в прошлом. То есть тогда, когда мы пережили уже определенный дефлятор. Это цены, по большому счету, докризисные 9-10 года. То есть цены, может быть, 8-го года примерно. Соответственно, сегодня говорить о том, что цена не упала, это не серьезно. Тем более на рынок пришли совершенно другого качества жилье. Несколько проектов предлагают вообще квартиры-студии минимального размера, до 30 квадратных метров. Это вообще... Я считаю, что это... Только если есть предложение, значит, есть и спрос, кто-то их покупает. Ну... Я знаю вашу точку зрения. Вы считаете, что строительство такого жилья в большом количестве породит некий какой-то деклассированный элемент, который там будет цилизоваться? Это преступление, я считаю. Ну, если человеку нужна своя квартира. Вот есть, допустим, мама-одиночка. Есть, допустим, молодой человек, который, ну, все, он перерос, он не может жить, родит, он хочет начинать свою жизнь. Ну, нету у него даже там, ну, я не знаю, двух миллионов. Ну, не возьмет он нигде. А вот он работает как-то, и там вот эти 800 тысяч рублей он подтянет, условно говоря. Что-то ему там... Ну, почему он должен быть обязательно каким-то маргиналом? Это спор, это спор стратегический, да. Я смотрю на этот вопрос глазами человека, который будет жить через 10 лет. Сегодня, наверное, вы правы, через 10 лет посмотрим, чья будет правота. Когда построен дом, когда занят участок земли, это на десятилетия. Понимаете? Мы сегодня создаем облик города через 30, 40, 50 лет. И вот какой мы его создадим, такой мы его и будем иметь. Если мы будем иметь, извините, клоповники 30-метровые, где будут жить там наши внуки, положим, и когда мы получим, бесспорно мы получим экономический рост, невозможно... Надо идти ломать... Дома будет ломать? Ну, я не знаю, не специалисты. Надо будет их... Ну, есть примеры других стран. Выкупать у этих людей жилье. Франция, США, да. Выкупать перегородки, делая большие квартиры. Ну, это несерьезно просто-напросто, когда мы... Это так условно говоря. Когда экономика нас сегодня загоняет в угол, и практически все компании сегодня, ведущие компании, переходят на строительство методом КПД, когда площадь квартир резко уменьшается, а качество их, потребительское качество, по большому счету, от которого мы отучали десятилетия, да, говорили, что смотрите, и мы говорили о строительстве бизнес-квартир, да, квартир больше 100 метров квадратных, очень комфортных квартир, то мы сегодня ужимаем их, загоняем опять в то, что было в Советском Союзе, в КПД, где-то может быть нового качества, но не сильно это отличается от того, что было 20 лет назад. Мы возвращаемся в экономике, в качестве жизни, возвращаемся в прошлые тысячелетия. Я понял. И я против... Анатолий Анатольевич, примем звонок от телезрителя, а потом, если позволите, я свою точку зрения вам выскажу, и, может, подискутируем на эту тему еще, вот, на эту тему. Здравствуйте, обращаюсь к телезритель, у которого до нас дозвонился. Вы в прямом эфире, программа «Обратная связь». Слушаем вас, представьтесь нам, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Вот, я, как бы, вот, ну, случайно попал на передачу, переключил канал. Вот, достаточно интересная передача, и меня, в общем-то, заботит такой вопрос. Вот, я живу в новом доме, то есть он 4 года назад был построен. Вот, считается элитный дом, это 23 микрорайон возле перинатального центра. Представляю, о чем речь. Все его знают, Гагарин 27-6, но... За дамой выходит на гаражный комператив у вас там, по-моему, да? Я просто в том районе недалеко от вас жил некоторое время. Ну, наверное, наверное. 27-6, то есть все этот дом знают, он считается элитным. Ну, я хочу сразу сказать, вот это элитство, оно заканчивается тем, что когда начинаешь проходить по подъезду, начинаешь в квартиру заходить, смотреть вот эти вот недочеты, каким образом принималась эта квартира, жилье, вообще непонятно. Ну, это вторая тема. Я услышал такую фразу, что там жилье у нас стоит где-то порядка 29, там где-то 30, где-то 33 тысячи, может быть, где-то дороже. Но вот я сейчас столкнулся с такой ситуацией, я строю сам как бы индивидуально дом. Вот, строю не из чего-то там как бы, а именно из самых хороших материалов. И у меня себестоимость строительства выходит, ну, где-то в районе 14,5-15,5 тысяч квадратный метр. У вас, у вас понятно, ваш это самое, вопрос конкретизируйте, пожалуйста, может, долго времени занимайтесь. Как получается вот с этих 14,5-15,5, цена вот 33, а где-то и 70 тысяч квадратный метр. Понятно, спасибо, хороший вопрос. Человек строит дом, у него затраты на строим материалы, ну, наверное, сам с коммуникацией, он говорит, что, 14-15 тысяч за это. Нет, это без коммуникации. Просто человек еще не столкнулся с тем, что ему нужно будет самому делать благоустройство, асфальтовую дорогу около своего дома, заводить все сети, платить за тех присоединений. Я понял его вопрос. Вот смотрим. Коттедж там занимает, допустим, там участок вот такой. Можно я отвечу? Ну, это же вот все вверх, а там же почему, собственно говоря. Можно я отвечу на этот вопрос? Вопрос себестоимости, он такой, больше всего вызывает недоверие людей, особенно когда, как бы даже наше правительство, и там, и средства массовой информации говорят, смотрите, эти строители хапуги на самом деле, да, у них себестоимость копеечная, а продают они вон по каким большим ценам. Уверяю вас, сегодня себестоимость строительства колеблется в зависимости от вида строительства, там, от 27, положим, до 33 тысяч за квадратный метр, когда мы все в совокупности смотрим, включая благоустройство, обеспечение газом, водой, светом, канализацией. И это объективно сложившаяся практика, которую не избежать. Бывает, что по проектам заявляют, что у них себестоимость значительно ниже, ни один проект по этой себестоимости не реализован, все равно выходит на ту себестоимость, которую я вам сказал, в зависимости от типа строительства. Почему сегодня строительные компании переходят на КПД? Потому что КПД дает выигрыш в себестоимости, который позволяет быстрее работать, то есть меньше накладных, соответственно, на квадратный метр ложится меньше. И досужие рассуждения, что вот я строю сам коттедж своими руками, мне обходится дешевле, конечно, дешевле. Трехэтажные дома, таунхаусы двухэтажные, строить значительно дешевле, чем многоэтажку. Почему? Ну, потому что там нет лифтов, там нет систем вентиляции такой, которая нужна в многоэтажном доме, там нет систем пожаротушения, там нет таких систем теплообеспечения, которые необходимы, там нет таких систем утепления фасадов и так далее. Требований, которые заложены в наших шлипах, изначально, и там как бы разбежаться некуда. Почему московские компании не пришли на Оренбургский рынок? Потому что он нерентабелен по их меркам. Когда московские компании, имея примерно себестоимость, может быть, процентов на 15-20 выше, чем у нас. Фактически такую же. Нет, строительная, если говорить чисто, строительно-монтажная работа, она примерно такая же, может быть, чуть дороже, потому что у них зарплаты там повыше. А у них там связано это с землей, с более дорогими сетями и так далее. Но цена-то в разы выше, чем в Оренбурге, если брать в самой Москве или даже в Подмосковье. Вот тоже, по-моему, Питерская какая-то компания строила тоже, что ли? Нет, ни одной, как бы, иногородней компании, все это были филиалы, это были пробы пера, проектов реализации в Оренбурге, и ни одна не удержалась. Еще послушаем звонок от нашего телезрителя, еще один есть у нас. Здравствуйте, слушаем вас. Представляйте, пожалуйста. Алло. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приветствую Александра Кунеловского, считаю его профессионалом, строителем, одним из лучших в городе. Я председатель СНТ «Родник». У меня 3000 свободных участков. Зовут меня Сергей Столпак. Я готов с Александром заключить завтра договор на садоводческие домики. Он не хотел бы у нас 3000 садоводческих домиков построить, ну, в его лучшем силе. Как он к этому относится? Спасибо. Интересная тема – дачное строительство. Я тоже обращаю внимание, вот у меня дачка там такая, холубка стоит такой, ну, там домик при огороде. Но многие люди строят капитальные дома. Кстати, я так понимаю, не имея другого просто возможности купить, ну, в обычных привычных там поселках коттезного типа. Ну, достаточно дорогой вопрос, связанный с землей, обеспеченной сетями у нас в городе Оренбурге. Это как бы традиционно, поэтому то, что строится сегодня на дачных участках, мы это видим. Это имеет свой рынок, имеет своего потребителя. Но вопрос, как предложение, я вынужден сразу сказать нет, потому что мы специализируемся только на многоэтажном строительстве, в рамках города, на комплексной застройке. И индивидуальные проекты даже больших коттеджей, даже комплексная застройка больших коттеджных участков нас не интересует. Это не наш профиль, это другая специализация, это совершенно другая технология деятельности. Мы заточены совершенно по-другому. И наша основная задача строить качественно хорошо. И я могу заметить, что мы на качество особо обращаем внимание. И вопросы дальнейшего комфортного проживания людей для нас имеют приоритетное значение. Вот сейчас перейдем к вопросу комфортного жилья и точной застройки. Но сначала хотел продолжить эту тему, наверное, тебе уже забыли, которую потом подискутируем. Почему сейчас стали востребованы маленькие квартиры? Вот моя точка зрения. Здесь еще я рынок отыграл. Раньше, извините за простоту, можно было построить многоэтажный дом, а в квартирах вообще перегородок не делалось. Условно говоря, площадь 20-200 квадратов метров. Вот ее одним вот этим куском продал. Это фантазии, на самом деле. Не знаю, потому что люди шли, покупали, вкладывались в квадратный метр. Они там не жили, они просто вкладывались. И там можно было что угодно. Сейчас требования немножко другие. Таких людей, которые вот этого набрали, уже их нет. Люди хотят жить. А жить в большом они не могут. Они могут жить в малом. Ну да, экономическая ситуация, конечно, имеет свое значение. Она диктует правила поведения сегодняшнего дня. Но, еще раз говорю, Вы смотрите глазами на ситуацию сегодняшнего потребителя. Я смотрю глазами человека, который смотрит через 10 лет. Глазами жителя города, который оценивает ситуацию в городе через 10-20 лет. Я говорю, что строить сегодня некомфортно, это преступление. Потому что дом, снести дом, это целая эпопея. Это и дорого, это бессмысленно. Поэтому надо сегодня строить максимально комфортно. И вопрос точечной застройки здесь один из таких важнейших становится. Посмотрите, какая ситуация у нас во дворах с машинами. Люди, получив экономический импульс к самообеспечению, много работают, зарабатывают, берут кредиты, покупают машины. Куда поставить машину? Гаражи не пользуются спросом. Они далеко. Около дома, около окон поставить практически невозможно. Потому что занимается вся дворовая территория. Ставят машины зачастую на детских площадках, на газонах, лишь бы воткнуть. Вставочку можно небольшую? Пожалуйста. Живу в обычной пятиэтажке. Вот тут рядом 5 минут ходьбы от нашего офиса. Гаражи. Из них пустует, ну, где-то, наверное, половина. Рядом стоянка на территории телецентра. Тоже где-то примерно наполовину пустая. Народ ставит машину, вот просто. И стар, и мал. Все ставят. Вот настолько привыкли. Я вот, у меня была задача снять гараж. Я ее это сделал моментально. Нашел соседку буквально за какую-то неделю. Снимаю по очень доступной цене. Рядом, я говорю, еще раз ставлю. Вопрос наличия возможности... Можно им автостоянку сделать там рядом, где-нибудь очень огромный сон будет стоять. Ну, это так, отвлечение. Земельных участков для нормальной организации стоянок в центре города и в местах массовой застройки очень мало. Я говорю несколько о другом. А точечная застройка? Точечная застройка раз. Ну, там же эти земельные участки вообще не будут. Уплотнять сегодня микрорайоны постоянного проживания людей, это тоже должно быть очень взвешено и строго по необходимости. Надо создавать комфортные зоны для прогулок, для отдыха людей, скверики делать, а не втыкать туда дома. Потому что это влечет за собой только одно, что мы ухудшаем условия проживания всех и ухудшаем на десятки лет. Нет, проектировать микрорайоны сегодня нужно так, чтобы дома не смотрели друг другу в окна, а было нормальное расстояние между домами, где можно было и поставить машины, организовать стоянки, сделать детские площадки, чтобы мамочки с детьми гуляли. Мы же собираемся поднимать демографию. Мы хотим, чтобы условия были комфортные на многие десятки лет. О комфорте поговорим чуть позже, нам на рекламу надо прерваться. Хорошо. Извините, пожалуйста. Реклама. Продолжаем после рекламы. Александр Анатольевич, продолжаем разговор. Но пока смотрели рекламу, телефонный звонок у нас появился. Надо принять. Да. Здравствуйте. Слушаем вас только, пожалуйста, покороче. У нас время прямого эфира к концу близится. Представляйтесь и задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Лапшина Ольга Николаевна. Я работаю в строительной организации, в качестве рекламы не буду называть, и начальник отдела недвижимости. И хочу задать вам такой вопрос. Как вы относитесь к малоэтажной застройке, то бишь к трехэтажным домам, которые строятся на территории города Оренбурга, строятся некачественно для детей, сирот, малоимущих и так далее? Хороший вопрос, отличный вопрос. Спасибо за него. Хотел этот вопрос вам адресовать. Вот известная история по геофизиков для переселенцев. Турбинные. Про турбинные. Нет, геофизиков переселенцев, но там некачественно затягивание было срока. Про турбинные, про детей-сирот. Как быть с такими строительными компаниями, которые так строят, такое жилье? К сожалению, ситуация с госпрограммами, изначально она патовая. Когда городская администрация, как основной оператор реализации этой программы, начала предлагать ведущим строительным компаниям поучаствовать в строительстве, то цена, сформированная на уровне федерального правительства для нашего региона, она не покрывает прямых издержек строительных компаний, ведущих. Поэтому все строительные компании, которые представляют у себя серьезную силу, отказались от участия в этих проектах. И пришли на их место люди, безответственные, не понимающие экономику вопроса. И, соответственно, мы имеем сегодня результат. Мы вынуждены сегодня вместе с городской администрацией участвовать в реализации этой программы, отдавая свои квартиры, теряя собственную прибыль. Но государственная программа должна быть решена, иначе наш регион выглядит в глазах федерации. И просто людей, которым нужно дать жилье, которые признаны ветхим, их нужно обеспечить. Государство сказало да, поэтому нужно этот вопрос решать. То, что строят плохо, строят плохие компании. На самом деле, это парадоксальный вопрос. Я изначально, занимая позицию такую, федерация как будто специально создает трудные условия для реализации государственных программ на территории субъекта федерации. Цель? Зачем? Не понимаю. Не понимаю, почему не дать нормальные деньги для того, чтобы программа была закрыта? Ну, дайте деньги хотя бы плюс 5 рублей к себестоимости, и программа будет реализована ведущими компаниями очень ответственно, в сроки, качественно. А из них нет, из них даже 5 рублей. Ну, как нет? Ну, строят же в Москве за реальные деньги по этим программам. Почему регионы-то зажаты? И в ряде регионов мне сложно понять, я сегодня не являюсь администратором на уровне области или на уровне города. Надо посмотреть, как в других регионах решаются эти вопросы. Большинство регионов отчитывается о том, что у них все хорошо, какие-то схемы, значит, найдены. Но я говорю по сути, когда мы рассматриваем чистую экономику по цене, предложенной федеральным центром. Если регионы дополнительно финансируют, то честь и мы хвала, в Оренбурге сегодня такого нет, поэтому столкнулись с серьезными трудностями. Еще один звонок принимаем в телезритель. И городу придется этот вопрос решать в 16-17 годах. Еще один звонок принимаем, и все, и будем завершать программу. Немного осталось у нас до конца эфира. И я обращаюсь к телезрителю тоже с предложением быстрее задавать вопрос, потому что мало времени осталось. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Гульнура. Я многодетная мама, и вот мы стоим по программе, как многодетная семья. И я вот хотела бы уточнить, допустим, вот я работаю официально, но у меня зарплата очень маленькая. Муж работает неофициально. А если он будет работать официально, у нас доход не позволит, чтобы снимать квартиру. И вот как быть нам таким вот семьям, которым мы не можем ни ипотеку взять, и в очереди стоим, и снимаем квартиры, вот все в таком роде. Понятно. То есть как решать жилищный вопрос малым ущем семьям? Есть какая-то здесь универсальная рекомендация, что ли? Ну, сложно руководителю строительной компании ответить на вопрос, который по большому счету считается патовым. Тут у меня нет рецепта. Здесь вопрос только в состоятельности главы семьи, в его возможностях заработать деньги достойные, которые позволят обеспечить его семью жильем. Государство обеспечивает частично очереди по социальным показателям, но это капля в море. Если терпения у этой семьи хватит дождаться квартиры, которую даст город или область, по каким-либо госпрограммам, только так. Или заработать самому, или десятки лет стоять в очереди и ждать, когда все-таки она придет. Вернемся к тому, с чего начинали наш разговор. Вот 900 тысяч квадратных метров в этом году собирается построить, это больше, чем в 2015-2014. Все-таки, каким образом это может повлиять на рынок жилья? Вот все-таки большой объем. И в 2014-м год, в 2015-м, вы говорите, что и на 2017-м есть заделы. Может быть, ждать каких-то коренных перемен? Или все-таки должно государство какой-то шаг сделать, чтобы это все, что построили, купили люди наконец-то? А не стояло все это беспознанно? Ну, ситуация, она достаточно очевидная. Если пойдет рост экономики, соответственно, пойдет рост потребительского спроса, и квартир приобретаться будет больше, потому что сегодня на рынке все-таки присутствуют самые отчаянные покупают квартиры, будем так говорить, те, которые могут. Это доля покупателей уменьшилась, объем реализации уменьшился по сравнению с 2014-2013 годом. Соответственно, рост экономика позволит увеличить долю приобретения. Это сбалансирует рынок, предложение, и строительство снова пойдет в рост. Рост цены также будет обеспечен, потому что спроса все равно приведет к росту цены, к ее увеличению. Насколько все будет показывать баланс наличия квартир на рынке? Вы правильно сказали, что их сегодня достаточно много, поэтому говорить о том, что там произойдет взрывной рост цен в ближайшее время, конечно, нельзя. А взрывной обвал цен? Обвал цены, я уже сказал, что он бессмысленный, но он придет только к одному, что строительные компании уйдут с рынка и вообще свернут все проекты. Потому что нет смысла обеспечивать процесс строительства, потому что ты там ничего не зарабатываешь. А людям надо заплатить зарплату, надо заплатить налоги, надо обеспечить приобретение нового оборудования, потому что старые изнашиваются. А где? Ради чего? Ведь весь смысл деятельности экономической – это получение добавленной стоимости. А если добавленной стоимости нет, все действия становятся бессмысленными. Понятно. Итак, вы все-таки какой-то больше умеренный пессимист, получается, по своему взгляду на ближайшие перспективы строительного отраса. Я вас правильно понимаю? Я бы не называл это пессимизмом, это объективная оценка ситуации. Я по жизни оптимист и могу сказать всем, что все будет хорошо, экономика России будет развиваться, благосостояние россиян через некоторое время все равно будет улучшаться. Мы обречены на развитие России, на уверенный рост экономики России. Когда это будет? Вопрос времени. Вопрос многих составляющих. И вопрос деятельности всех ветвей власти. Вот как-то мы за таким непринужденным и достаточно интересным разговором 40 минут прямого эфира отстреляют, что называется. Давайте обратимся к результатам нашего интерактивного голосования. И мне бы хотелось в заключение все-таки поздравить всех коллег-строителей с праздником. А я думал, это в самом финале мы сделаем. Хорошо. А пока смотрим интерактив. Итак, вопрос очень простой. Планируется ли вы покупать новое жилье? Подавляющее большинство, это красный столбец середины нашей композиции, графики, говорит, что люди не будут покупать жилье. Ну, понятно, что для людей, видимо, не на что покупать, поэтому такой ответ. Будете комментировать или нет? Без комментариев, все очевидно, все понятно. И готовность людей к приобретению сегодня говорит о том, что пока развиваться не будем, пока экономика показывает пассивное состояние. Ну и теперь поздравления с Днем строителя. Нормальные такие, полноценные. Спасибо, Виталий. Уважаемые коллеги, уважаемые строители, все, кто имеет отношение к строительной отрасли, искренне от себя, от своего коллектива поздравляю всех с настоящим праздником, с праздником настоящих профессионалов, людей, которые обеспечивают благополучие, по большому счету, не только всей Оренбургской области, всей России, но и всего мира. Строители – это лучшая специальность в мире. С праздником. Ну, на этой хорошей ноте закончим. Напоминаю, уважаемым телезрителям, что у нас в эфире был генеральный директор строительного инвестиционного холдинга «Ликос» Александр Кунеловский. Говорим о промежуточных итогах, перспективах жилищного строительства в Оренбурге, а также о ситуации на рынке жилья. Спасибо, Александр Анатольевич, за то, что были в очередной раз в этой студии. А вам, уважаемые телезрители, спасибо за ваши телефонные звонки. Увидимся в следующий раз в прямом эфире. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова